Здравствуйте дорогие друзья! Закончился Юнки-Пур. Мы с вами в короткой паузе перед праздниками Суккот. Все время это связано с едой, застольем. Вы знаете, я сегодня специально расскажу короткую историю о еде. О том вообще. Обратите внимание, еда занимает в религии еврейской очень большое место. Очень много заповедей связаны с едой. Например, в детстве я еще слышал от старших, что нельзя сидеть на столе. Потому что стол подобен жертвеннику. А следовательно, надо по-особому относиться к столу, за которым мы едим. Почему стол сравнивают с жертвенником? В Шолхана Рух написано, что стол подобен жертвеннику, и жертвенник продлевает жизнь человека. И стол продлевает жизнь человека, искупая его грехи путем исполнения заповедей гостеприимства, который стоит очень высоко. И так Галаха утверждает, что стол похож на жертвенник, когда за нем едят гости. То есть получается, что нам открывается великая тайна, как для продления жизни принимай гостей. Это оказывается не нагрузка, это еще и лечение огромное. Дописано, что это все искупает прегрешение. Намного интереснее, чем ходить там где-то пытаться раскаяться. Пожалуйста, есть такой метод. Когда человек чем-то жертвует, например, разделяя трапезу с ближними, стол становится похож на жертвенник. Учение хазитизма говорило, что трапеза – это вид служения Творцу. Да, это не сидимка уже, это вид служения Творцу. И так же, как на жертвенник приносили Всевышний мужик в то всесожжение, так и сегодня, когда едят кошерную пищу. Говоря благословение перед едой, после еды. Великолепное служение. Оказывается, мы с вами еще будем служить и служить в Сукот много дней. В Тании сказано, что благодаря силам, полученным от еды, человек учит Тору, молится Богу. И тогда жизненная пища, жизненность, энергия в пище восходит к Всевышнему, как жертву всесожжения. Вот и все. Вот так и особенно в Сукоту, когда для исполнения заповедей, или в праздники, когда для исполнения... То есть, в Сукот мы будем исполнять заповедь еще и тем, что будем сидеть в суке, кушать, радоваться и так далее. Есть много обычаев, связанных с трапезой, причиной которой стало подавление стола жертвеннику. Есть обычаи убирать или закрывать ножи чем-то, перед тем, как говорят в благословении. Если наш стол жертвенник, то он удлиняет жизнь человека посредством искупительных жертвоприношений, которые на нем совершаются. А железо, из которого изготавливают орудия убийства, укорачивает ее. Поэтому это противоречит другому. Поэтому Тора запрещает прикасаться железом к жертвеннику, например. Построй там жертвенник Господу Богу Твоему написано из камней и не заноси над ним железо. Поэтому мы убираем железо перед послеобеденным благословением. Раш писал, что жертвенник был создан, чтобы протлить дни человека, а железо его сокращает. К памяти об этом принято традиционно покрывать ножи во время благословения Берхатамас. Пошли дальше. Кстати, Альтер Эбек говорил, что в субботу и праздники можно этого не делать. Но это его мнение. Существует обычай в начале трапезы макать соль, кусочек хлеба. Сейчас макают несколько дней еще мед до конца сукота. Но пока мы обычно всегда в соль. Почему? И Шухан Арух объясняет, что принято положить соль на стол, так как стол подобен жертвеннику. А трапеза, жертвоприношение, которое сказано при всякой жертве, что приноси соль. Кабала предписывает, что опустить соль в три раза. Почему нужно приносить соль с каждой жертвой? Объяснение есть в книге Беметбар. Всевышний заключил союз с еврейским народом. Написано вечный союз соли. Так как жертва Карбан, это как один корень Керу в приближении, то это укрепляет связь с Богом, который приносить жертву сказал нам солью. Поэтому мы напоминаем, что был вечный завет. Почему Всевышний выбрал для этого соль? Дело в том, что она имеет природные свойства, которые делают ее уникальными. Два слова скажу. Раши писал, что он заключил свой совет с Солроном при посредстве того, что не портится и предохраняет от порчи другого. Завет, как бы заключенный при помощи, как соль, но никогда не станет зловодной. Соль никогда не гниет, не портится. И потом Бог заключает с нами. Завет с помощью здорового и вечно существующего вещества, как бы говорил, что так же произойдет Союз навсегда, независимо от того, как народ Израиля будет себя вести. Кроме того, что еще? Соль имеет свойство консервации. Когда вы посолите мясо или рыбу, будет сохраняться свежее в течение долгого времени. Следовательно, соль не только сама существует в мире, но и продлевает существование других. И, возможно, наиболее очевидная особенность соли – это и в том, что она придает вкус каждому блюду. И жизнь человека, она имеет соль. Тело, на самом деле, кусочек мяса и все. А душа – это соль тела. Как мы знаем до сих пор, пока душа в теле, человеческий терминизм жив, функционирует должным образом. А как только душа, не дай Бог, покидает, тело становится подобным куском мяса без соли, которая портится. А это Ребе писал еще интересную вещь. В Торе есть соль, он говорил. Талмуд и Галаха – это мясо и хлеб Торы. А Каббала – это соль. Мы изучаем Талмуд и Галаху, чтобы знать, как вести еврейский образ жизни. Однако их сам по себе – это мало, это хлеб без соли. И так как у них нет вкуса. И поэтому мы изучаем внутреннюю часть закона в Каббалу, для того, чтобы уже посолены. Вот немножко о том столе, который предстоит нам. В любом случае, сейчас мы не просто кушаем, приглашаем гостей и радуемся, а мы делаем великолепную заповедь. Заповедь подчинения Всевышнему, который сказал «Радуйтесь эти дни в суке». Бархавы от слаха.